Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста книга «Исход» 12 глава 29-30 стих, мы зададимся таким вопросом. «Как любящий Бог мог уничтожить всех первенцев Египта?» Итак, проблема заключается в том, что в 12 главе 29-30 стих рассказывается, как Бог поразил землю египетскую, «И погибли все, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота». Этот суд был обрушен на весь Египет. Кстати, рабы, как правило, в то время не обязательно были египтяне, хотя в некотором смысле все египтяне с времен Иосифа стали рабами фараону. Но чаще рабы, как некий угнетенный класс, – это иноземцы, захваченные во время египетских войн. И почему же в каждом случае от первенца фараона до первенца раба и даже скота ангел смерти никого не пощадил? Разве эти рабы, я уж не говорю про скот, египтяне сами, они могли бы повлиять на решение фараона, когда он осуществлял притеснение еврейского народа? В конце концов, в те времена не было никаких референдумов, чтобы принять решение, можно ли кидать младенца в воду или нет. Ответ будет приблизительно следующий. Во-первых, суды Египта, 10 судов, они не были в обязательном порядке столь драматичными для всех египтян. Потому что каждый египтянин, он мог убежать к Моисею или послушаться Моисеева, как в случае со скотом. Те египтяне, которые убрали свой скот с полей, они его сохранили. И надо сказать, что многие египтяне избрали вот этот первый путь, они присоединились к народу Божию. И в книге «Исход» 12.38 говорится, что множество разноплеменных людей вышли с ними, с детьми Израиля. То есть вышли из Египта. Это значит, что как минимум их эти казни не касались. То есть они проходили геур, присоединение к иудаизму. И нет сомнения, что было немало египтян, которые присоединились к евреям в результате Божьих судов во время десяти казней египетских. Потому что есть устойчивое предание, что сами вот эти чародеи, волхвы, которые противостояли сначала Моисею, творя аналогичные как бы чудеса, они раскаялись и исповедали Бога Авраама Исаака Якова. И они были распяты на пальмах египетских и так окончили свою жизнь, как мученики Дина Божия, потому что они отвергли зловерие языческих богов. Но сам факт, что значительная большая часть египтян даже вследствие десяти казней совершенно очевидного божественного вмешательства в жизнь Египта, так и не отреклись от своей веры, так и не присоединились к народу Божию, это все связано с их общими коллективными заблуждениями и коллективными грехами. И действительно не мог же фараон бегать по еврейским домам и искать младенцев, которые только-только родились, мужского пола. Конечно, нет. И в каждом притеснении участвовали в той или иной степени многие-многие египтяне. И в советское время, когда была попытка осуществлять вот эти безбожные пятилетки, они так и назывались, пятилетка безбожия, когда разрушали храмы, старались как можно больше людей приглашать, чтобы они участвовали в разрушении храма. Того или иного. И мой покойный дед, Царствие ему небесное, Егор Аркадьевич Журавлев, он жил в Озерском районе, его тоже позвали разрушать храм. И когда его пригласил, там был человек, он возглавлял комитет бедноты и командовал в этом колхозе, был председателем, дед его ударил по лицу и сказал, чтобы с такими предложениями никогда не заходил бы в дом к нему. И бабушка очень переживала, что его могут арестовать за это. Но то ли этому активисту было стыдно сказать об этом, то ли что-то еще, но ничего не произошло. Но зато все, которые участвовали в уничтожении храма, с войны не вернулись. А дедушка прошел фронт, три концлагеря, когда оказался по ранению в плену, и не было никаких побоев, никаких избиений. Вернулся, точнее убежал, присоединился к нашим войскам, и как солдат-победитель в форме вернулся домой. В Священном Писании также говорится о том, что Бог одинаково контролирует и добро, и зло в этом мире. И если Господь попускает злу как-то проявляться, то Бог это делает для чего-то. Например, у пророка Исаии 45 глава, 6-7 стих сказано, «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного, я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Но цель, с которой Господь что-то такое делает, это как бы испытать всех нас. И вот для евреев это было испытание их веры. Для египтян, которых втягивали в этот геноцид еврейского народа, это было испытание их человеческих качеств, потому что сама человеческая природа, она не может не восставать против уничтожения младенцев, против угнетения ни в чем неповинных людей. Поэтому казни коснулись тех, кого они коснулись, как кара Божия, как наказание Божие. И в книге Второзакония 32 глава 39 стих Господь говорит, «Видите ныне, видите, что это я, я и нет Бога, кроме меня, я умершвляю и оживляю, я поражаю, я исцеляю, и никто не избавит от руки моей». То есть казни, они обнаруживаются и в нашей жизни, казни Божия. Он умершвляет, он оживляет, Господь не связан никаким законом, в том числе и с тем законом Божьим, который Он предложил нам. Он выше закона, Он и есть творец закона. Итак, сегодня мы рассмотрели достаточно такой интересный вопрос, как совместить божественную любовь с тем, что Господь наводил казни на эту землю. Божьи наказания никогда не имеют целью мщения в человеческом понимании. Это всегда педагогическая попытка воздействовать на людей, чтобы это их все заставило бы задуматься. Выучим этот урок, запомним его. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...